Продолжим беседу с Натальей Пшеничной, заместителем директора по клинико-аналитической работе от СНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Наталья Юрьевна, приветствуем вас. Добрый день, Дмитрий, добрый день, уважаемые телезрители. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас все говорят, коллективный иммунитет, что необходимо достичь коллективного иммунитета. Вот сегодня на совещании с президентом Татьяна Голикова рассказала, каков он сейчас уровень коллективного иммунитета коронавируса в России, он составляет, по ее данным, 48,4%. А необходимый уровень, он вообще какой? Вот до этого говорили 60%, да? Потом стали говорить 70-80%, даже кто-то сейчас говорит пока 90%. Мы не достигнем, ничего не изменится. Да, сейчас считается, что коллективный иммунитет должен достичь уровня, ну давайте так возьмем, 80-90% для того, чтобы мы сдохнули свободно. Вот обратите внимание, я тоже с вами послушала прекрасные репортажи из Хакасии, из республики Саха-Якутия. И вот даже уже по данным, которые предоставляют регионы, видно, что чем выше уровень коллективного иммунитета, тем это более положительно оказывает свое влияние на снижение заболеваемости. В этих республиках уже достигнут уровень вакцинации где-то примерно 60% и уже главы регионов сообщают о том, что видим четкую тенденцию к снижению заболеваемости. Да, конечно, никто не отменяет ограничительные меры, меры неспецифической профилактики. Они также важны, как и вакцинация, потому что для того, чтобы выработался иммунитет у каждого, кто, например, недавно получил вакцину, тоже нужно время. И, с другой стороны, все-таки вакцина абсолютно всех на 100% не защищает, поэтому даже вакцинированным, и об этом мы всегда говорим с самого начала, тоже нужно соблюдать все неспецифические меры предосторожности. Но вакцинируемые болеют реже, болеют значительно легче, распространяют, выделяют вирус, также они несоизмеримо в меньших количествах, чем те, кто не провакцинировался. Поэтому сейчас наша основная задача первостепенная – это стремиться быстрее достичь этого уровня коллективного иммунитета, для того, чтобы дальше все-таки у нас жизнь была более спокойная, более раскованная, и мы могли реализовывать все наши планы, мероприятия, которые были запланированы еще до ковидной. Ну, как в некоторых странах, в том числе и европейских, где как раз уровень коллективного иммунитета благодаря вакцинации сейчас находится на том самом уровне, до которого нам еще далековато, и поэтому там мерцы совершенно другие. Наталья Юрьевна, вот накануне в Санкт-Петербурге объявили обязательную вакцинацию для людей старшего возраста, 60 лет, и для людей с хроническими заболеваниями. Расскажите, пожалуйста, вот обязательная вакцинация – это что вот означает? Как… потому что у многих людей вот вопросы возникли в этом отношении. Что делать-то теперь? Ну, на правительственном уровне, и все мы прекрасно знаем, что обязательно вакцинация не введена. Но есть те группы лиц, которым она очень желательна, если у них нет противопоказаний для вакцинации. Это именно во благо этих людей делается. То есть формулировка здесь должна быть, скорее всего, такая, что настоятельно рекомендовали, скорее всего, да, вот так? Это так и имеется в виду. То есть если у нас рекомендуют обязательно вакцинацию перед определенным группами людей, да, которые выполняют определенный род деятельности, то, опять же, если не хочешь вакцинироваться, приходится сидеть дома. Вот та формулировка, которой не хватало в Санкт-Петербурге, на самом деле. Рекомендована обязательная вакцинация. Вот вы прекрасно ответили на этот вопрос. Огромный штаб решил этого региона вот именно так рекомендовать вакцинацию пожилым людям, лицам с опустующей патологией, потому что, видимо, это диктует та обстановка, которая сейчас сложилась в регионе. Но это характерно, наверное, для каждого региона. Все-таки это группа риска, люди 65+, люди, у которых хронические заболевания. Конечно, это те люди, которые имеют наиболее высокий риск заболеть тяжело. И как раз-таки здесь еще один немаловажный компонент, что именно эти люди еще имеют очень большой риск обострения всей присутствующей у них, сопутствующей патологии. Бывает так, что уже печальный исход предрекает не сам COVID-19, а вот именно обострившаяся патология, которая есть как и у людей с опустующими заболеваниями тяжелыми, так и у пожилых лиц. Потому что, опять же, сахарный диабет, тяжелые заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы, они сами по себе при любой декомпенсации организма, которая может быть вызвана и урвы, и гриппом, и COVID-19, могут привести к печальным последствиям. Поэтому также этим людям настоятельно рекомендуют, я знаю, во всей России, и вакцинацию от гриппа в первую очередь, и вакцинацию от немококовой инфекции. Потому что только вакцинация сейчас может защитить наших прекрасных граждан от разных заболеваний, связанных с респираторной системой, которые вот сейчас циркулируют вирусы, эти респираторные гриппы, и урвы, и COVID-19. И у людей с высокой группой риска по тяжелому течению COVID-19 есть такие же факторы риска по тяжелому течению других респираторных заболеваний. А если они еще осложняются, бактериальная инфекция, стороны нижних дыхательных путей, прежде всего, речь идет о пневмококе, хотя, конечно, могут быть и другие патогены, то это только усугубляет вообще течение такого заболевания, которое вызвано целым комплексом проблем, которые есть у данного человека. Наталья Юрьевна, вот еще один вопрос по поводу детей. Очень во многих регионах обращают внимание, что дети болеют COVID-19, дети попадают в госпитали. К сожалению, есть смертельные случаи как раз среди детей. Вопрос здесь возникает, раз уж действительно дети сейчас, ну, пока еще не называется группой риска, да, но факт остается фактом, что дети тоже подвержены этому заболеванию. Как обезопасить детей, в том числе маленьких? Ну, прежде всего, конечно, нужно, чтобы все окружающие взрослые люди были не только провакцинированы, но и продолжали соблюдать все меры или специфической профилактики, так называемые меры предосторожности, о которых мы говорим уже, ну, почти два года. И еще один момент, конечно, не нужно устраивать каких-то там специальных, не очень обязательных детских праздников, детских мероприятий, которые все-таки желательно сейчас избежать. Да, учеба – это именно то, до чего должны наши дети именно. И ходить в школу, получать новые знания, да, также дошкольные учреждения. Это никто не отменял. Но, по крайней мере, избегать вот таких каких-то ненужных мероприятий, в которых может произойти обмен различными вирусами. Ну, в общем, как и обычно, здоровье детей в данном случае зависит от ответственности родителей, от уровня ответственности родителей. Наталья Юрьевна, спасибо вам большое, что нашли для нас время. Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинике аналитической работе, с ней эпидемиология и Роспотребнадзора была с нами на связи. Продолжение следует...